Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаем рассматривать семейство микроконтроллеров ATTINI. В позапрошлом видео мы разбирали характеристики и способ прошивки самого маленького представителя данного семейства ATTINI 10. Ссылка в описании и подсказках. Сегодня я хочу рассказать о, пожалуй, третьем по популярности после ATTINI 85 и ATTINI 13 представители данного семейства микроконтроллере ATTINI 2313. Если мы попробуем вбить в гугл название семейства, то он обязательно будет присутствовать в предлагаемых запросах. Разберем характеристики, способ прошивки и варианты использования. То есть в чем его плюсы по сравнению с другими представителями данного семейства и в чем недостатки. Начнем с характеристик. Первое и самое очевидное отличие от микроконтроллеров, которые я рассматривал до этого, это число ножек. У ATTINI 2313 их 20. То есть нам потенциально доступно 18 портов ввода-вывода. По сравнению с максимально шестью возможными у ATTINI 13 25, 45 и 85. Теперь перейдем к даташиту. Я буду рассматривать ATTINI 2313 с буквой A. Обычно модели с буквой A являются более современные модификации, поддерживают расширенный диапазон напряжений и иногда содержат еще какие-то плюшки. Например, в данном случае по сравнению с базовой версией больше пинов, поддерживающих программное прерывание. Но о распиновке мы поговорим далее, а сейчас вернемся к даташиту. Данный микроконтроллер обладает двумя килобайтами флеш-памяти, 128 байт оперативной памяти SRAM и таким же количеством энергонезависимой памяти EEPROM. Кстати, у этого микроконтроллера есть брат-близнец ATTINI 4313, с которым они во всем одинаковы. Кроме того, что ATTINI 4313 обладает вдвое большим объемом всех видов памяти. 4 килобайта флеш-памяти, 256 байт EEPROM и 256 байт SRAM. Это к тому, что если не хватит ресурсов памяти для работы вашего скетча на 2313, можно его заменить на 4313 и не придется менять код или устанавливать другую библиотеку. ATTINI 2313 располагает двумя таймерами, 8-битным и 16-битным, четырьмя каналами ШИМ, встроенным аналоговым компаратором и аппаратным UART. Это единственный из тех микроконтроллеров семейства ATTINI, что я рассматривал, содержит аппаратный UART. То есть нам доступен обмен данных с другим устройством по привычной двухпроводной схеме RXTXT, как на Arduino Uno. И в том числе загрузка скетчей через USB TTL-конвертер. По работе с UART на ATTINI 2313 я сниму отдельное видео. Но есть у данного микроконтроллера и существенный минус. У него нет встроенной поддержки АЦП. То есть у него нет аналоговых пинов. Впрочем, если это очень нужно, можно подключить внешний АЦП или использовать другой микроконтроллер. Важной особенностью данного микроконтроллера является его цена. Для сравнения с другими популярными микроконтроллерами данного семейства я сделал вот такую таблицу. Характеристики мы уже обсуждали, а последняя строка это цена на площадке Алиэкспресс на день съемки видео. Цены на AVR микроконтроллеры за последний год сильно увеличились, но соотношение цен осталось примерно одинаковым. ATTINI 2313 ненамного превышает по стоимости ATTINI 13. Временами даже бывает дешевле. Распиновка микроконтроллера ATTINI 2313 выглядит следующим образом. Первая ножка связана с Reset. Она же может превратиться в 17-й пин Arduino IDE, если мы изменим фьюзы. Как это делается, я рассказывал в отдельном видео. Ссылка в описании и подсказках. Далее у нас идут две ножки, поддерживающие аппаратный UART, то есть RX и TX. Они занимают те же нулевой и первый пин, что и у Arduino Uno. Следующие две ножки служат для подключения кварцевого резонатора, чтобы задать внешний источник тактирования. Далее идут две ножки, связанные с аппаратным прерыванием. Внизу у нас, как обычно, земля, а первая ножка в правом ряду это питание. Далее у нас идут три пина, которые используются при прошивке и при обмене данными по i2c интерфейсу. И два таймера. Таймер 0 8-битный и таймер 1 16-битный. В модели 2313A все 18 цифровых пинов поддерживают программное прерывание. У модели 2313 без буквы A программное прерывание доступно только на 8 пинах. Как и в случае с другими AVR микроконтроллерами, пожалуй кроме ATTiny 10, при прошивке микроконтроллера ATTiny 2313 мы можем использовать Arduino Uno в качестве ESP-программатора. Также можно использовать USB ESP-программатор. Я покажу оба способа. Но вначале установим библиотеку для работы с ATTiny 2313. Ссылку на страницы библиотеки я оставлю в описании. Вообще данная библиотека поддерживает очень много микроконтроллеров серии ATTiny, но нас в данном видео интересует Tiny 2313. Для добавления библиотеки в среду Arduino IDE переходим на страницу Installation и копируем данную ссылку. Далее добавляем ее в дополнительные ссылки для менеджера плат. Открываем менеджер плат. Находим библиотеку. Она уже у меня установлена. Если у вас не установлена, то нажимаете кнопку Install. После установки в платах нам становится доступна библиотека ATTiny Core с большим выбором микроконтроллеров, в том числе ATTiny 2313. Итак, перейдем к прошивке микроконтроллера. Первый вариант используя Arduino Uno в качестве ESP-программатора. Для этого подключаем Arduino к компьютеру и из примеров выбираем и загружаем скетч Arduino ESP. Все, скетч успешно загружен. Теперь подключаем Arduino Uno к ATTiny 2313 по следующей схеме. Вот так вот это выглядит на макетной плате. Возвращаемся в Arduino IDE. В инструментах плата выбираем нашу ATTiny 2313. Чип у нас Tiny 2313 2313A. Так как для данного микроконтроллера в библиотеке нет загрузчика, то есть вместе с загрузкой скетча Bootloader не запишется, мы будем использовать загрузчик среды Arduino IDE. Программатор у нас Arduino SISP. Нажимаем записать загрузчик. Загрузка успешно завершена. И после этого можем открыть стандартный скетч для мигания светодиодом Blink. Изменим только номер пина на 8. И далее нажимаем загрузить через программатор. Подключаем светодиод к земле и через резистор 220 Ом к 11 ножке ATTiny 2313. Светодиод начинает мигать раз в секунду. Теперь попробуем загрузить скетч с помощью USB-ISP программатора. Подключим USB-ISP программатор по следующей схеме. Видоизменим немного скетч, добавим мигание два раза подряд и затем пауза. На выборе плат у нас остается все по-старому, только программатор у нас будет USB-ISP. Загружаем скетч. Светодиод у нас мигает два раза подряд. Микроконтроллер успешно прошит. Итак, в каких же случаях может пригодиться ATTiny 2313? Например, в небольших проектах уровня ATTiny 13. Но когда для их реализации у ATTiny 13 не хватает ног. Мы можем работать со светодиодным индикатором не используя сдвиговый регистр, а напрямую управлять каждым сегментом светодиодного индикатора с микроконтроллера, как я показывал в видео о работе с четырехразрядным семисегментным светодиодным индикатором. Также может быть проект, где очень много кнопок и у Tiny 13 не хватает портов ввода-вывода, чтобы обработать все нажатия. Возможен вариант, когда немного не хватает ресурсов в Tiny 13 и мы можем использовать Tiny 2313, который хоть и больше размером, но по цене почти такой же. Либо если для большей точности вычислений нужен 16-битный таймер. В общем применение данному микроконтроллеру вполне можно найти, чем мы и займемся в будущих видео. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео.